Мы проводим библионочь. Что такое ночь? Ночь, если вы решили ночью не спать, наверное, это чего-то интересного, важного. У них не спать же просто так, да? Поэтому, пожалуйста, не спите, не впитывайте изо всех сил, да, то есть полное грудью, открытыми глазами, всякими ушами, все веком по нашему знанию. Пожалуйста, получайте удовольствие, знания и все, что вам нужно. Библионочь Сафу – это более 40 различных площадок, и чтобы успеть увидеть все, нужно завести двойника или хотя бы напарника. Мастер-классы, лекции, выставки, концерты и спектакли. Известные артисты и интересные музыканты. Все это доступно для гостей библиотеки до самого позднего вечера. Библионочь происходит восьмой раз, но первый раз она театральная, потому что, с одной стороны, это всероссийская акция, да, которая в этом году, она озвучена как «Весь мир театр», да, и наш подзаголовок, ее «Гул затих, я вышел на подмостке» строки, да, «Пастернака», хотя мы понимаем, что вдруг гул не затихает, и очень надеемся, что всю эту ночь он не затихнет. Безумец! На закате дней он вздумал быть ее супругом! Мы попробовали собрать максимальное количество театров, причем совершенно разный. У нас будет классический театр. Актеры театра драмы Архангельского представят поэмы Пушкину, да, что может более изъять. Следом за ним сразу будет театр в Тапках, экспериментальный театр в Тапках, но уже Саверченко. Параллельно в это же время детская студия «Тюд» будет представлять «Вино из дуванчиков» и «Рэд Брэдбери». А параллельно потом напустится театр «Словица», и там уже будет спектакль по пьесам, по рассказам Виктории Токаревой. А параллельно будут идти еще театры, театры архитических иллюзий, и в музей взаимодействованных наук, которые показывают, правда, волшебство. Эксклюзив «Библия ночи-2019». Интеллектуальный центр «Сафо» принимает гостей из старейшего театра Архангельска. Спешите, видите, слышать. Поэма Александра Пушкина в исполнении актеров Архангельского театра. Его преследует закон, но я его подругой буду. Его зовут Олега. Он готов прийти за мной всюду. Занятий мало ли есть у ней? Дрибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин. В амбары, в покреп заглянуть хозяйке глаз. Повсюду нужен. Он вмиг заметит что-нибудь. Мы сделали здесь музычку Моцарта, подложили. Сделали видео, да, слайд-шоу такое из рисунков Александра Сергеевича. На них можно смотреть бесконечно, на самом деле. Они как фрески. Вот. Вот такая вот, да, специально для библиотеки. Получила положительные эмоции, потому что давно не была в театре. И вот такая уникальная возможность побывать в театре. Первое, что я увидел, был кит. Тянущий моргин и зубы. Матросы в прямой воде. Каждый замер предназначен в его место. Вахтинные офицеры проверили и заведели гортунные пушки. Толчет. Еще толчет. Арктические рассказы Конан Дойля. Кто бы знал, что у него есть арктический дневник, да, и по нему будет показан спектакль. Рисунки из арктических дневников Артура Конан Дойла ожили на мастер-классе по созданию Театра Тимей сказки Белой Медведицы. И потом все остальные герои у нас появляются кто внизу, кто наверху. Теперь задача всех мишек сесть. Именно сесть стоя у нас в Театре Тимей с вами не получится. Сейчас будет Театр Тимей. Вот я играю в ростокую рыбу, которая соясна. А потом еще будет лекция про Григо, ну такая, ликбез музыкальный. Да, и еще один небольшой Театр Тимей. А в музее в это время, в музее истории университета, во-первых, открытие выставки, предшествующей к 90-летию с Алти. Плюс еще в витринах представлены афиши Театра Стэм, да, театра, которым руководил Виктор Петрович Панов. И Анжелика Долина будет представлять фильм, который снят был 10 лет назад. Ей приел, да, режиссером про Виктора Петровича. И можно будет смотреть, кто устанет совсем. Они могут прийти, сесть, посмотреть «Ночь на разговор», да, про Театр Архангельска, Архангельской области. Медиа-центр университета специально для «Библии о ночи» подготовил ретроспективный показ телевизионного проекта «Ночь на разговор». Если здесь сейчас, на четвертом этаже, мы можем увидеть историю Театра в Тапках, познакомиться с артистами, то на первом этаже в это же время идет и спектакль по произведениям Аркадия Аверченко. Сверхплатье Купчихи и Полуяновой Марыськина натянуло дряхлое изношенное пальто, размазало рукой по лицу грим и с непроницаемым видом вышло, споткнувшись о порохах. Я повернулся налево и увидел свое лицо в детстве. Обнимательно вгляделся и радостно подумал, какой я красивый. По Аверченко мы давно показываем, просто как бы обновляем периодически все эти миниатюры. Ну, я думаю, нормальный отклик тут был, насколько я понял, неплохой. Ну, я считаю, что в такой подаче действительно хорошо показывать людям, интересующимся театром, и заинтересовывать тех, кто еще не успел приобщиться к этой культуре. Ну, и опять же, познакомить нас с этим замечательным автором. Свет Рампы беспощаден и стирает лица. И лишь благодаря волшебникам из грим-уборной мы видим на сцене героев и злодеев. Красавицы-чудовища, янцов или стариков. И прямо сейчас здесь, на мастер-классе «Библия ночи» мы можем понаблюдать за работой профессионального гримера Архангельского театра драмы. Это очень захватывающе, поскольку меняется не только внешний облик человека, меняется его возраст, можно изменить форму лица, овау. Очень интересно, захватывающе. В первую очередь я смогла увидеть то, как я буду в обеде, когда я постарею. Это очень интересно. А также можно подробнее узнать о том, как наносится грим, какие этапы необходимо выполнить. Конечно, это интересно будет. Это интерьерные куклы, которые делают для себя и для друзей. Это куклы по куклам Татьяны Канне. Вот она делает безликие куклы, только глазки у нее, вот эти точечки. То есть человек, который приобретает, да, или у кого она будет жить, что хочет, да, то и поставляет. Вот может она грустная, может она веселая, да, или еще какая-то. Можно поставить открытые лекции. Послушайте, лекция одна посвящена Галине Аминополякову будет говорить о Чехове. Чехов, как новатор, отказался от конфликта характера. В чем суть всех его произведений? Это вечный конфликт, и потому, наверное, сегодня Чехов так необходим всему миру. Чехов принес мировое, национальное значение русской драматургии. Я считаю, что Чехов один из первых драматургов 19-го, конца 19-го, 20-го века. И он актуален очень сегодня. Эстетика Чехова, его проблемы определили судьбу не только русского, но и мирового театра. А это старая няня. Посмотрите на нее. Я вам покажу другую старую няню в нашем современном спектакле. Она очень напоминает ту няню, которую мы видели на ранних фотографиях чеховских пьес. Было очень интересно услышать мнение Галины Венеминной о современных постановках, о тех постановках, которые она еще нам анализировала. Понимаете, поэтому вот такое как бы и туда, и сюда, да, вот из 20-го в 21-й век. Чехов, а Галина Венеминна у нас незабвенная. Как была прекрасная, так и есть. Приятно слушать, да. И оконулись как раз в пору своего студенчества. Как будто побывали на лекции у нее. Густой, насыщенный, проникновенный, певучий звук. Виолончель. По своему тембру она напоминает человеческий голос, услышать который нам сегодня здесь позволила ансамбль виолончелистов детской музыкальной школы «Баренц-региона». Я слушал оркестр Виолончели. Мне очень все понравилось. Действительно, очень душевная и хорошая музыка. И она действительно пробирает до души. Поэтому я благодарен, что здесь оказался и благодарю ансамбль. У нас будут экскурсии в подвал, где книгохранилище, куда никогда, никого, кроме сотрудников билетики, не пускают. А здесь можно будет с фонариком через тайный ход попасть в книгохранилище, постараться там не заблудиться. Квест был очень интересным. Там было очень много различных заданий, и нужно было от одной точки, разгадывая загадки, перебегать в другой точке. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, выходы, и каждый не одну играет. А самые смелые гости библионочей, которые сумели преодолеть страх и решить сложные задания, смогли загадать желание призраку библиотеки. Нам нужно было в последней станции сделать самолетики, когда сделаешь, загадывать желание, и потом эти самолетики запустить в призрака. И когда их запускаешь, если самолетик долетел, то желание точно исполнится. Гости библионочей узнали о том, что даже в подземном книгохранилище библиотеки призраков еще нет. А о том, что есть, услышали в увлекательной экскурсии. Есть такие уникальные издания, вот, например, как эта. Книга издана в Болгарии. Стихотворение болгарского поэта здесь опубликовано. А иллюстрации сделали наши художники. Такое издание, ну, конечно, уникальное совершенно, очень интересное, очень красивое и, ну, я не знаю, такое, наверное, уже неповторимое просто. А параллельно будут идти еще театры, театр архитических иллюзий и в музей взаимодействующих наук, который показывает правду волшебство. Музей занимательных наук, казалось бы, должен быть далеко театральных подмостков. Но это мероприятие пройти стороной они просто не могли и приготовили для зрителей настоящий театр оптических иллюзий. И даже посадочные места оформили согласно театральным правилам. А для тех, кто не хочет быть просто молчаливыми зрителями, интеллектуальная игра на знание выдающихся произведений кино и театра. У нас своя традиционная продолжение истории по Arctic Battle. Это уже стала система игрой. У нас в этом году новая, точнее, даже Arctic Battle, посвященная теме, ну, логичный кино и театр. Оптимистичный автор считает, что этот вопрос покорится большинству команд. Хотя некоторые тестеры были настроены более пессимистично. Дон Аминадо в заметках о провинциальном театре упоминает, что все лицензии на спектакле завершали две фразы, возключающиеся лишь одним словом. Воспроизведите любую из этих фраз. Нам очень понравилась, во-первых, игра на тематическое, интересное. Нам показалась она простоватой, но некоторые вопросы все-таки заставили нас задуматься. Что еще? Что вам запомнилось? В чем сила в брат? Был очень интересный вопрос. Музыкальные вопросы нам очень понравились. Было интересно. Мы поностальгировали, повспоминали. Это поэтический вечер, открытый микрофон. Люди читают стихи или свои, или любимых поэтов. И это очень интересно, на самом деле, слушать, как люди вкладывают себя, как вкладывают свои эмоции, свою душу. Уже, может быть, знакомые стихи, или слышать что-то в первый раз. Слышать, как человек рассказывает свое стихотворение, и открывает душу. Наша задумка о том, что мир гораздо шире, чем он кажется. Библиотека больше, чем эта библиотека. Интеллектуальный центр — это история не только про науку, но и про открытие, про новости, про чудеса. Про то, что в театр может сделать каждый. Театр может включиться, каждый может стать зрителем, каждый может стать участником, и может услышать какие-то оттенки, полутона. И те, кто от нас уйдут, я надеюсь, что они к нам придут не только на «Библия ночь». Мы будут приходить на все наши дни Арктики, на наши открытые лекции. И будут помнить, что САФУ очень ждет, и интеллектуальный центр открыт для всех. Поэтому мы очень надеемся, что именно с этим настроением все и уйдут. В финале «Библия ночи» как вишенка на торте выступление культового музыкального проекта «Супер Никто». В программе обещает быть качественная музыка, отличный видеоряд и спиритический сеанс с вызовом Духобродского и Веденского, а также других джентльменов. И главное — никакой тишины в библиотеке. Вызов духов происходил исключительно в музыкально-поэтическом контексте. В «Супер Никто» синтез панка, регги и фанка. И в этой творческой эклектике замешана не только музыка, но и красновами, образами, светом. Сами исполнители были закрыты от зрителей, тянут из зала, оставляя слушателей наедине со своими ощущениями. Солист пел откуда угодно, только не со сцены. А на финальной песне в зале остался только его голос. Он сам исчез в «Супер Никде», таким образом закрыт заново театральный библиан на часофон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова